Начали с цифр 25 тысяч участников из 188 стран. Это рекорд для всех фестивалей молодежи и студентов, отметил Кириенко. В целом успех фестиваля очевиден, как и его образовательная программа. Участие в ней приняли более 1300 спикеров, лекции которых посещали от 8 до 11 тысяч участников. Развенчал председатель Оргкомитета и целый ряд мифов о современной молодежи, которая, как показал фестиваль, не бездеятельная, а напротив, с огромным желанием самореализации. Отдельно Сергей Кириенко поблагодарил власти Сочи за отличную организацию фестиваля молодежи. На курорте, наряду с федеральным штабом, в круглосуточном режиме работал городской оперативный штаб. Отдельные слова благодарности хочу сказать и городу Сочи, и Краснодарскому краю, которые все это в очень короткие сроки. Понимаем, что время, которое было на подготовку к фестивалю, несопоставимо с временем на подготовку Олимпиады. Но мне кажется, очень важно и хорошо, что вся инфраструктура, помните же, коллеги, сколько было разговоров, когда заканчивалась Олимпиада, что со всем этим будет, все будет не нужно. Вот такие мероприятия, как фестиваль, показывают, что очень здорово, когда в стране есть такой уникальный комплекс, способный в короткие сроки принять мероприятие планетарного масштаба. А фестиваль точно был именно таким. А еще фестиваль будет способствовать большему продвижению курортного Сочи и повлияет на туристические возможности Олимпийской столицы, отметил Кириенко. Но а как к такому турпотоку в лице гостей фестиваля готовились в самом Сочи, федеральным СМИ рассказал глава города. Анатолий Пахомов подчеркнул, что со своей задачей курорт справился с успехом. В городском оперативном штабе, который взаимодействовал со всеми направлениями и структурами фестиваля, четко и слаженно решались все вопросы, такие как поддержание порядка, медицинское обеспечение, организация питания, размещение, транспортная логистика. Вы заметили, что ни разу вообще никто не поднял вопрос о транспортной логистике. Здесь тоже достаточно большой успех. Безопасностью в городе дополнительно занималось еще 450 казаков. Здесь их не было никогда, вот в Американской неизменности. А то, что касается районов города, там работали 455 казаков. 98 членов народных дружин участвовали в охране общественного порядка совместно с полицией. Хочу сразу же сказать, что за это время роста преступлений, даже самого мелкого, не произошло. Наоборот, уменьшается. Все это время Сочи жил фестивалем, подчеркнул мэр. Об этом говорило и оформление курорта. Баннеры с фестивальной тематикой встречались в городе каждые 100 метров. Мы очень горды тем, что фестиваль прошел удачно, что это еще одна положительная летопись нашего города, нашей страны. Это очередное серьезное мировое продвижение города Сочи. Лучшего продвижения просто не существует. И естественно, правильно сказал Сергей Владимирович, что теперь те, кто побывал здесь, они всегда будут стремиться сюда вернуться, увидеть это. Теперь уже увидеть глазами гостей, со своими друзьями. И естественно, что наш рейтинг только подымается. А еще тысячи участников посетили городские праздники, сотни побывали в городских музеях. Кстати, непосредственными участниками Всемирного фестиваля молодежи были и 30 сочинских ребят, которые стали частью команды будущего. Ее создали в рамках форума для дальнейшего продвижения родившихся в Сочи идей. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.